На чужаков лает, но не кусает своих, любит и защищает собаку по кличке. Впрочем, одного конкретного имени у этого друга человека нет, живет в районе Хлопки уже лет пять, рассказывают местные жители. Для них эта бездомная собака в буквальном смысле стала домашней. Ее регулярно подкармливают, она стоит на охране порядка и стала лучшим другом местной ребятни. А недавно собака и вовсе сделала жителям подарок, принесла девять щенков. Маленьким карапузам полтора-два месяца, а щенки, привыкшие к людям, вовсю идут на руки, а некоторые при знакомстве и вовсе лапу подают. Пока малыши живут в подвале, их кормят местные жители, но не всем по нраву такое соседство. Есть и те, кто грозятся выбросить их на улицу. Уж слишком ребятня шумит по ночам. Недавно, кстати, угрозу уже воплощали в жизнь. Жильцы рассказывают, раздать малышей пытались, подавали объявления на сайт и обращались к зоозащитникам, в том числе в остров спасения. К первую очередь мы стали пристраивать приют. Нам сказали, это я 14-го числа звонила, сказали, что 300 рублей щенок. Ну ладно, мы думаем, пойдем по дому, по хлопке соберем. Потом звоним опять, 500 рублей щенок. Ну где мы бабки, пенсионеры, дом старый столько прожили. Откуда такие деньги? 4500 надо отдавать. Вы что? Другие фонды тоже брат щенков отказались. Говорят, все заполнено и вообще, мол, не мы вам, а вы нам должны помогать. Поделилась Любовь Андреевна. Благовещенский приют – остров спасения, куда обращались с просьбой взять щенков в жители Хлопки. Здесь подтверждают, суммы жителям действительно назвали разные. Но дело не в желании поживиться, а в элементарной ошибке. Дело в том, что они позвонили, ну позвонили бывшему начальнику, как сказать, начальнику нашему. Вот, она рассказала просто старые расценки. Сейчас на самом деле, действительно, мы подберем по 500 рублей. Потому что я говорю, каждая вакцина стоит деньги. Вакцина, о которой идет речь, прививка для поступающих в приют животных. Одна доза стоит больше 200 рублей. Плюс корм и так далее. Потому здесь и принимают животных с такой оплатой. На дальнейшее содержание денег не требуют. В настоящее время в приюте живут порядка 200 хвостатых. Основная масса – собаки. Вольеры с ними заполнены. Но, как нам рассказали, принять девятерых малышей с хлопки здесь готовы. Но не бесплатно. Соберут ли жители деньги на бездомных щенков – неизвестно. Возможно, они все же окажутся на улице. И тогда главное, чтобы не получилась знакомая ситуация. Щенки вырастут, станут бездомные стаи и будут нападать на людей. А когда кто-то решит со стаей расправиться, мы снова услышим зоозащитные призывы о помощи и жестоком обращении с животными. А ведь пока проблему можно купировать в зачатке и найти малышам новый дом. Анастасия Петраш, Станислав Макавич, Первый областной.